В минувший выходной автомобиль «Лексус» врезался в здание соборной мечети на улице Советская. На появившемся в сетях видео видно, что иномарка шла на большой скорости. Водитель не справился с управлением и не смог повернуть машину на повороте. В результате ДТП разрушен забор, повреждено здание мечети. Удивительно, но в аварии никто не пострадал. Еще одно ДТП на пересечении Петербургского шоссе с улицы Комарова. Здесь внедорожник Toyota Land Cruiser, двигавшийся в сторону центра, врезался в бетонные блоки, ограждающие место ремонта магистрального трубопровода. По данным ГИБДД, после удара о блоке иномарка влетела в разрытую коммунальщиками яму. От разлетевшихся бетонных ограждений повреждения получили еще две иномарки, двигавшиеся во встречном направлении. В аварии пострадал водитель Toyota. По факту происшествия проводится административное расследование. В течение двух дней на военном полигоне под Тверью проходили тактико-специальные учения УФСИН России по Тверской области. В учениях задействованы сотрудники сводного отряда ВСИН, отдела специального назначения Рысь и сотрудники ОМОН регионального управления Росгвардии. По легенде, в одной из исправительных колоний осужденные выдвинули незаконные требования к администрации и убедили других осужденных присоединиться к ним. Осужденные разгромили помещение столовой и медчасти одного из отрядов. Большая группа осужденных сконцентрировалась на плацу в жилой зоне учреждения, а часть их запарикодировалась в здании. Переговоры положительных результатов не принесли, и было принято решение о начале силовой операции. Практические навыки отрабатывались на полигоне Путилова. Участниками учений имитировались действия в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств на территории жилой зоны исправительного учреждения и в ситуации захвата осужденными одного из помещений. В целом, организации проведения учений оценены начальником УФСИН России по Тверской области, полковником внутренней службы Александром Кузьминым на оценку удовлетворительно. На месте учений был развернут палаточный лагерь со всеми необходимыми бытовыми условиями проживания.